Радикальная палестинская группировка Хамас, признанная террористической в США и Евросоюзе, сообщила о гибели своего лидера Исмаила Хании. По поступившим сведениям, Хания был убит в Тегеране около двух часов в ночь на среду в результате воздушного удара. Иранский корпус стражей исламской революции заявил, что при ударе по резиденции Хании погиб также один из его противохранителей. Хамас возложил ответственность за атаку на Израиль, который никак не отреагировал на заявление, но ранее обещал устранить руководителей Хамас. На протяжении нескольких лет Хания, родом из Газы, жил в Катаре. В Тегеране он присутствовал на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пизышкиана. За несколько часов до гибели Исмаила Хании, Израиль сообщила о ликвидации в результате израильского удара по Бейруту высокопоставленного командира ливанской радикальной группировки Хезбалла Фуада Шукра. Он был наделённым властью террористом, на руках которого кровь израильтян и многих других людей. Уже на следующий день после резни, устроенной Хамас 7 октября, Хезбалла присоединилась к атакам хамасовцев на Израиль. С тех пор, за последние 9,5 месяцев, Хезбалла выпустила по Израилю тысячи снарядов, ракеты беспилотников, убивая израильских граждан и военнослужащих, и вынудив 60 тысяч, 60 тысяч израильтян покинуть свои дома. Израильские власти называют Фуада Шукра самым высокопоставленным военным командиром Хезбаллы, главой её стратегического подразделения и правой рукой лидера этой шиитской группировки Хасана Насралы. Именно на Шукра израильтяне возлагают ответственность за ракетный удар по городу Мадждальшамс на голландских высотах, которые контролируют Израиль. Жертвами удара 27 июля стали 12 человек, в основном дети. Более 30 были ранены. Хезбалла причастность к нападению отрицает, но отмечает, что выпустила ракеты по военному объекту на Голанах. Атаки на двух высокопоставленных лидеров Фуада Шукра и Исмаила Ханею вызвали новую волну опасений по поводу ещё большей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Убийство руководителя Политбюро «Хамас» уже осудили глава палестинской автономии Махмуд Аббас, Министерство иностранных дел Турции. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое приведёт к дальнейшей напряжённости. Иранские медиа передали заявление МИД страны. Прислужба МИД Ирана в связи с мученической смертью Исмаила Хании выродила соболезнования великому и гордому народу Палестины, движению «Хамас» и всем группам палестинского сопротивления, а также всем объединениям сопротивления и странам, которые поддерживают палестинцев. Различные палестинские организации призвали своих сторонников выйти на демонстрации протеста. Жители западного берега Иордана, отклики которых приводит рейтер, рассказали, что известие об убийстве лидера Хамаса Смейла Хании в Тегеране вызвало у них шок и тревогу по поводу будущего. Израильская армия начала крупную операцию против Хамаса в секторе Газа после нападения исламистов на юг Израиля 7 октября прошлого года, когда были убиты более 1200 человек, ещё около 250 взяты в заложники. Власти Израиля называют ликвидацию Хамас одной из целей операции. Министр обороны США Лой Достин, комментируя последние события, заявил, что война на всём Ближнем Востоке не является неизбежной. Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии, и мне бы хотелось, чтобы стороны использовали эти возможности. Конечно, то, что мы видели вдоль границы, северной границы с Израилем, с течением времени вызывало у нас беспокойство. Но опять же, мы собираемся сделать всё возможное, чтобы не допустить перерастания ситуации в более широкий конфликт во всём регионе. Российские военные минувшей ночью атаковали ударными беспилотниками всю территорию Украины, сообщают украинские власти. По оценке главы военной администрации Киева Сергея Попко, это была самая массированная атака на Киев с начала года. Воздушная тревога в украинской столице продолжалась более семи часов. Как отмечается, украинские средства противовоздушной обороны сбили более 40 дронов «Камикадзе». На столицу Украины, на мирный город, враг направил много десятков своих беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству применённых ВПЛА. ВСУ подтвердили оценку киевской администрации. Такое же количество шахедов, по данным украинского командования российские военные, запускали в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Всего, по данным воздушных сил ВСУ, в ночь на среду были сбиты одна ракета и все 89 запущенных российскими военными по Украине ударных беспилотников. Управляемой авиационной ракетой Х-59, как отмечается, российская сторона атаковала Николаевскую область. В Днепропетровской области в результате атак вчера поздно вечером было повреждено соцучреждение и два автомобиля. Власти остальных регионов сообщили, что жертв и серьёзных разрушений после ночных атак нет. Россия обвинение в намеренных ударах по гражданским целям в Украине отрицает. Генштаб Вооружённых сил Украины заявил сегодня, что в ночь на среду украинские военные поразили склад боеприпасов и военной техники в российской Курской области. Минобороны России ранее заявила, что над Курской областью была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД». Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов писал о пожаре в результате удара по некоему объекту близ Курска. По его данным, пострадавших в результате удара нет. Минобороны России отчитала сегодня о 19 беспилотниках и одной ракете, сбитых ночью над российскими регионами и аннексированным Крымом. По данным российского военного ведомства, 11 беспилотников самолётного типа были сбиты средствами ПВО над Белгородской областью. Об атаке беспилотников на регион ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, город Шебекино обстреляли кассетными боеприпасами. Два из них попали по многоквартирному дому, загорелась кровля. Всего в городе выявлены повреждения в 15 многоквартирных и двух частных домах. Также посечён фасад и выбиты окна социального объекта. О пострадавших не говорится. Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал приговорённого к смертной казни гражданина Германии Рика Кригера. Об этом накануне сообщило государственное агентство Белта. Кригер, как отмечалось, написал опрошение о помиловании. Смертный приговор в конце июня вынес Минский областной суд, а Кригер, по данным властей, не стал его обжаловать. Кригер Рика, гражданин Германии, оказывается, только в 1993 году родился. Судом приговорён в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжёлое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Гражданина ФРГ признали виновным в том числе в наёмничестве агентурной деятельности акте терроризма. Дальнейшие действия белорусских властей в отношении Кригера пока не ясны. Но, как отмечает корреспондент Радио Свобода в Германии, если судить по публикациям в западных СМИ, нельзя исключать участие Кригера в некоем обмене с заключёнными, в котором будут задействованы не только ФРГ и Беларусь, но и Россия и США. На этой неделе из российских колоний СИЗО были вывезены в неизвестном направлении семеро заключённых. Среди них оппозиционный политик Илья Яшин, бывшие главы штабов Алексея Навального в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов, художница Саша Скочеленко, а также 19-летний уроженец Германии Кевин Лик, осуждённый по обвинению в отправке снимков в военной части представителю иностранного государства. Во всех этих случаях об этапировании заранее не сообщалось. Адвокаты не высказывали предположения о том, может ли идти речь о какой-либо скоординированной акции российских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тему возможного обмена заключённых комментировать отказался. Правозащитник и журналист Ольга Романова в беседе с телеканалом «Настоящее время» отметила, что события последних дней очень похожи на подготовку к обмену. Все эти кейсы объединяют только в общем одно – это всё политически. Никаких других общих черт здесь нет. Стало быть, надо сходить и с этого. Можно предположить очень плохое. Например, то, что создаётся какой-то отдельный лагерь, типа, я не знаю, новый лагерь ПМ-36 по образу и подобию. То есть отдельный лагерь для политзаключённых, куда их всех переводят. Очень похоже на, по крайней мере, подготовку к обмену. Очень не хочется об этом говорить, не хочется, конечно, сглазить, но и не хочется как-то ещё, знаете, чтобы говорили, а вот все догадались, что обмен, и этим сорвали переговоры. Судя по тому, что происходит, здесь участвует немецкая страна. По двум причинам. Во-первых, Хригер, немецкий гражданин, во-вторых, всё-таки немцы всегда были стороной переговоров при обмене, поскольку Путин всегда говорил, что хочет только Красикова. Вадим Красиков, убийца чеченского полевого командира Хингишвили, лето 18-го года в центре Берлина был убит Красиковым, убийца из ФСБ, он получил пожизненный срок. Возможно, это Красиков и это обмен, возможно, нет. Но очень много, я бы сказала так, очень много косвенных совпадений. В британском городе Саутпорт, близ Ливерпуля, где в понедельник в результате нападения с ножом в детском танцевальном клубе были убиты три девочки и ранены ещё несколько детей, вспыхнули массовые беспорядки. Их участники обвинили мусульманскую общину в причастности к преступлению, а полицейских в бездействии. Несколько сот участников беспорядков, как сообщает BBC, вчера вечером начали забрасывать камнями, бутылками и другими предметами местную мечеть и пытавшихся помешать им полицейских. Затем был подожжён микроавтобус полиции и мусорные контейнеры. Полиции пришлось вызывать подкрепления из соседних городов. Сообщается, что пострадали более 50 полицейских, многие из них были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте. Полиция считает, что активное ядро погромщиков составляли приверженцы Националистической Лиги обороны Англии. Формально эта организация, сторонники которой известны крайне правыми антиисламскими взглядами, не существует. Накануне в Саудпурте прошло траурное мероприятие в памяти бубитых в результате жестокого нападения детях. Собравшиеся приносили свечи, цветы, мягкие игрушки. Британский премьер-министр Кир Стармер, приехавший в город, тоже возложил цветы вблизи места атаки. Стармер и министр внутренних дел Эвет Купер резко осудили беспорядки в Саудпурте. Те, кто воспользовался трауром по жертвам и занялся насилием и бандитизмом, оскорбили. Скорбящую общину написал Стармер в соцсети Икс. Имя 17-летнего юноши, который, по данным полиции, совершил нападение на детей и сейчас находится под стражей, не называется, поскольку он несовершеннолетний. В соцсетях активно распространялись утверждения, что речь идет о радикальном мусульманине, предположительно беженце. В полиции утверждают, что многие сообщения в соцсетях личности задержанного не соответствуют действительности.